Женщины, да и мужчины тоже часто озвучивают такую мысль, когда ты долгое время уже живешь в браке или долгое время встречаешься, то есть это больше года однозначно, все хорошо, все прекрасно, потом наступает какой-то период, даже люди сами не осознают почему, когда вроде бы ты уже начинаешь человека ценить не за то, что в начале, у тебя нет уже такой прям истерии насчет него, такого потрясающего обожания, ты вроде бы ценишь за другое, но при этом поглядываешь по сторонам, так или иначе, у всех это проявляется по-разному, кто-то хочет больше внимания со стороны других мужчин, например, как женщин, даже без претензий на что-то лишнее, мужчины тоже не прочь где-то как-то там козырнуть или что-то еще, я хочу разобраться, чтобы вы как психолог переложили это на более понятный простой язык и объяснили, почему так происходит и где на самом деле, суть? Это вообще норма или это не норма? Люди мирятся с этим, но как-то не до конца, не могут понять, в чем проблема. То есть что норма? То, что так происходит, да, это норма. Что люди делают с этим, это просто неправильное понимание, неправильная трактовка. Если бы был понятен сам механизм любви, сам сценарий любви, вот оглавление, да, что будет следующим, то может быть и действия были бы другие, да. Получается, люди исходят из чего? Они встретили кого-то и восхитились, и это идет этап восторжения, восхищения, буря чувств, эмоций. И это, конечно, очень приятно, но это всего лишь первый этап на самом деле. А всего этапов этих, скорее всего, будет семь, да, чтобы дойти до того, чего хотят все, до любви. Ну давайте посмотрим, что это в следующем этапе. Да, то есть тогда получается первый этап это восхищение, восторжение, такая влюбленность. Как это происходит у женщин? Когда вроде бы ничего особенного, ты вообще не можешь понимать почему, но что-то притягивает. И хочется, чтобы звонил, и хочется, чтобы был рядом, и хочется, чтобы просто смотрел в глаза. Молчал или говорил, не важно. То есть вот просто… Совершенно верно. Звонки, смс-ки, приехать с цветами ночью, залезть по водосточной трубе, да, по пожарной лестнице, семь верст, не крюк. Задача первого этапа – соединить этих людей. То есть да, вот этот человек сейчас не рядом, надо сделать все, чтобы он был рядом. Любые жертвы, пожалуйста. Это какая-то химия, наверное, в голове, да? Какая-то, да, какое-то гормональное влияние, воздействие. То есть правильные там пептиды, нашли правильные свои эти рецепторы, тик-тик-тик-тик-тик, все остальные на свои места. С этим хорошо человеком, без него плохо, когда говорят о мне. То есть чисто наркотическая, да, такая зависимость. Второй этап – присущение. Про что речь? Объект вожделения получен. То есть там подписали бумагу туалетную, что я твоя девушка, ты мой юноша. Этап какого-то завоевания завершён. Всё, это моё, и можно немножко успокоиться. То есть это, я сразу такое переложу. У женщин это так, когда ты утром встаёшь и уже не паришься о том, не думаешь, не переживаешь, тебя не волнует про то, как ты выглядишь. И не надо сегодня на свидание ночью чесать, потому что, ну, всё равно не завтра, послезавтра уедимся. Чего спешить-то? Не обязательно ноги брить. Не обязательно вообще ничего, и можно без букета прийти. Ну, сколько можно тратить деньги на эти непонятные какие-то цветочки мёртвые. То есть отлично, присыщение, впечатление создано, понравились и озвучили, что да, да, ты мне тоже нравишься. То есть бороться уже не за что. Достаточно уже этого всего, и можно уже там и с друзьями пойти на бильярд, на боулинг, на шахматы, и в общем уже и на рыбалку и так далее. То есть появились какие-то, вспомнились, что, оказывается, есть и другие интересы. Следующий этап, он, конечно, самый роковой для всех отношений получается. Он настолько распространён и настолько популярен, и столько наших на этом погорело, что, конечно, все о нём знают, и все сейчас себя узнают в этой ситуации. Период отвращения. Ни с того ни с сего. Куда я смотрел? Куда я смотрел? Да и же только мои деньги нужны. Ага, дайте я вспомню, как это у женщин происходит. Когда вдруг, я не могу понять, почему ты разбрасываешь свои носки? Да, она в халате, не стираном, ходит по квартире с бихудями с этими, с подругами по телефону, постоянно разговаривает на меня никакого внимания. Слушай, ты, когда мы с тобой встречались, ты не чавкал за столу. Ну ты же чавкал, просто как свинья чавкал. Это же невозможно заслушать. Наконец-то ты показала своё истинное лицо. Вот теперь я вижу, теперь я понимаю, про что мама твоя говорила. Да, вот это и есть. На этом, наверное, происходит. И на этом происходит завершение отношений. Ты меня обманул вообще по всем параметрам. И тут, и тут, и тут, и тут. Обманул, и всё это было неправда. Использовал, воспользовался. Ну, я не говорю, что у тебя вообще-то пуш-ап, да? Я тоже сюрприз был, да? Почему я говорил, да, что неправильные выводы люди делают? Это не окончание игры совершенно. Это всего лишь какой-то ещё начальный этап. Потому что это всего лишь третий этап. А всего мы говорим, что их будет семь. И человек пытается снова перейти на первую очередь. После вот этого отвращения, которое нужно было пройти, прожить, не расстаться, не разойти, а просто пережить отвращение. Следующий этап — терпение. А чего же мы можем остаться вместе? Потому что что-то нам не позволяет, может быть, слава Богу, не позволяет разойтись. Разойтись, наличие общих детей, наличие общих каких-то кредитов, проблем, болезней и так далее. То есть что-то, ради чего мы должны оставаться командой. Я сейчас вот вспоминаю такие случаи из окружения, возможно, какие-то фразы, обрывки из фильмов, что, ну да, конечно, не айс с тобой жить, но всё же у нас есть дети, и детям нужен отец, например. У нас общие дети, и детям нужен отец. Да, да. Или, к примеру, что если... Да, с тобой не очень хорошо, но тем не менее, если я останусь одна, одно ещё хуже. То есть будет вообще хуже, и я никогда никого не найду, уже ж годы не те, на кого я потратила лучшие годы своей жизни. А ещё, наверное, здесь какой-то уровень, определённый уровень достатка, да? Если сейчас я здесь разорву, то какой потом там нищий или кто-нибудь ещё, какой-нибудь Альфонс прилепит, или что, потому что мне найти мужчину своего уровня, это очень... Совершенно верно. И дождусь ли я ещё хотя бы этого нищего или Альфонса, то есть тоже ж непонятно, а ты этот период как жить. Да, это не то, что я хотела. Да, это совершенно... Это даже в тягость, но я потерплю, потому что есть ради чего. Так что же дальше? Какое следующее? Заканчивается этап этого ужасного терпения, и появляется какой-то смысл в этом всём, и мы переходим на этап служения. Что, может быть, вообще-то я не терплю, может быть, это на самом деле вот какая-то такая моя миссия мужская или моя женская, там, моя миссия уже, может, взгляд перемещается с жены на детей. Вообще-то я это всё делаю ради детей, да? Вообще-то я это всё делаю ради рода, вообще-то я это всё делаю ради своих потомков, да? Я ещё такое слышала, что когда-то многократно женатый мужчина говорил где-то тоже в сети фразу, что «Ну и что? Ну брошу я эту, появится такая, через время станет снова. Появится новая, через время станет такой же». Совершенно верно, всё равно весь этот путь придётся пройти, все эти этапы всё равно повторятся, поэтому зачем терять столько времени, лучше сэкономить уже с этой дожить. Совершенно верно, да. То есть приходится найти какой-то смысл в этом всём, чтобы терпение превратилось в служение. Служение партнёру, семье, роду, обществу. Ну можно найти, кому служить. Тут, знаете, наверное, со стороны женщин опять-таки служение. Часто я и густо встречаю в сети такую фразу, что «Наконец-то я могу понять, что я замуже». Оно может тут проявиться, потому что все стали на свои места наконец-то и стали играть свою роль. Мужчина мужскую, женщина женскую. Ситуация в этой паре уже достаточно стабильна, очень стабильна. Может даже… Кризис пройден. Да, да. То есть может это их даже и как-то огорчает, излишняя стабильность, и кажется скучной и пресной. И тут самое время перейти на следующий, шестой этап, этап дружбы. То есть опять найти общие какие-то интересы, общие взгляды, походы в кино, в театры, на рыбалку, куда раньше они не разделяли эти интересы. Найти что-то общее. К этапу дружбы переходим из этапа служения. Но служение это уже не является такой сильной созависимостью, не является таким большим погружением, растворением друг в друге. И уже каждый пытается наладить какую-то свою жизнь, какое-то своё пространство, какой-то свой уголок, какие-то свои интересы. Слышала такую фразу, что наступает период в жизни, когда хочется разделить кровати, но при этом иметь общие интересы в путешествиях и так далее. Совершенно верно. То есть необходимо заново найти самого себя и стать всё-таки наконец-то, стать опять в очередной раз, сотый раз, стать самим собой, стать быть собой истинным даже в браке. То есть мы в паре, но это совершенно не значит, что я должен как-то испортиться, измениться, предать себя. И, наверное, я так понимаю, что когда каждый член в этой паре возвращается к себе, он уже становится по-новому интересен другому человеку. Он, конечно, становится интересен, потому что он что-то из себя представляет. Это законченная какая-то конструкция, законченная модель. И в ней есть интерес, потому что, ну да, она не растворена во мне, и я в ней. Это цельный, да? Совершенно. Это цельный мужчина со стороны других. Он уже не западает, не делает каких-то глупых случаев, каких-то глупых поступков. Он самодостаточен. Он, в принципе, я как женщина, я понимаю, что он, в принципе, мог бы и уйти. И вот этим он не интересен. Это, наверное, самое главное условие, что этот человек становится самодостаточен, и я тоже. И теперь нам есть о чём поговорить. Да, снова всплывают какие-то самые интересы. и теперь нам есть, теперь от избытка мне хочется делиться интересами. И отсюда мгновенно переходим в седьмой этап, когда мы делимся уже не только дружбой, не только интересами, не только какими-то своими взглядами, наблюдениями, а именно любовью, да? Любовь от избытка. Да, я стал целостным, да, я собрался, я стал самим собой, и даже я в тебе нашёл друга и делюсь с тобой своими интересами. Чего ж мне не делиться теперь любовью? Не от того, что я в чём-то нуждаюсь, не от того, что мне чего-то не хватает, не от того, что я чувствую себя одиноким, брошенным, и мне нужно постоянно получать, получать, брать, 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 да. Наоборот, нет, у меня всё хорошо, причём настолько хорошо, что хочется поделиться, поделиться, поделиться. С кем мне делиться, если не с тобой? Да, вот избытка, чрезмерно, да, да, да. Меня это переполняет самый близкий человек, вот он, возлюби ближнего своего. Отсюда и пошло. Тебя я и буду любить. Да, слушайте, это действительно. Но вообще при вашей практике, может быть, среди ваших знакомых встречались люди, которые вот все эти этапы прошли? Мне кажется, это вот то самое, что жили они долго и счастливы, умерли в один день. Я думаю, что я видел таких людей в своей жизни. Люди просто не знают, что за следующим, вот за тем, что они переживают сейчас, будет какой-то другой, причём совершенно другой, да, кардинально другой. Вот если у меня сегодня отвращение, всё, до свидания. Если бы человек знал, что потом будет любовь, причём стопроцентная, основанная на принятии, на дружбе, на любви, ну, от этого никто бы не отказался. Это должны осознавать оба участника. Если ты сегодня хочешь от меня уйти, ну, ты можешь уйти. Тут принять это. Силу, да. То есть я принимаю, но вполне возможно, что это просто такое проявление какого-то из этапов, ну, того же отвращения. То есть может не надо препятствовать. Может человек должен перебеситься просто в отдельном помещении. Может быть вот этот уход, это не конец, а всего лишь проявление. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова